Все готовы? Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня мы начинаем пресс-конференцию. Сейчас у нас в гостях главный тренер нашей команды, у которого сегодня день рождения, Владимир Владимирович Газаев. Наш капитан Юрий Вагвиненко. Владимир Владимирович, кратко о сопернике и если вы к вопросу будете, поздравляйте мне. Ну, в Лиге Европы, как, наверное, тем более в Лиге Чемпионов, слабых соперников не бывает, поэтому мы готовимся достаточно очень серьезно к предстоящим играм, в данном случае к предстоящей завтрашней домашней игре. Наши игроки очень заждались игры на своей домашней родной арене. И, естественно, мы понимаем всю ту меру ответственности, которая на нас лежит. То, что здесь сделаем все для того, чтобы порадовать завтра наших болельщиков, которые практически придут нас поддержать, естественно. Что касается нашего соперника, то, как я и сказал, мы готовимся, в основном, непростой к игре. К игре с достаточно неплохой командой, которая является одним из лидеров своего национального первенства. Команда, которая с национальным первенством показывает достаточно содержательную игру, основанную на контроле мяча. Есть неплохие исполнители, поэтому, естественно, тот же и... Вот, поэтому мы готовимся, так сказать, очень серьезно. Естественно, у нас задача только одна – пройти следующий квалификационный раунд. Спасибо. Владимир Владимирович, насчет того, что первый матч долгожданный на стадионе, получается, у команды соперника будет даже преимущество, они проведут предыгровую тренировку на стадионе. Насколько этот фактор может стать решающим или что-либо играющим? Ну, я не скажу, что здесь что-то такое глобальное может произойти из-за этого. Поэтому мы в любом случае сегодня предыгровые занятия тоже проведем на центральном стадионе. Поэтому, да, все же знаете, все понимаете, что у нас возникли небольшие сложности с новым газоном. Поэтому, естественно, тут мы ничего не могли сделать. Поэтому, конечно же, хотел потренироваться подольше, почувствовать газон. Ну, я думаю, сегодняшним предыгровым занятием мы это обязательно сделаем. Спасибо. Спасибо. Как вам качество газона? И как это повлияет на результат? Ну, понятно, что, конечно же, когда стелется новый газон, то, естественно, нужно время для того, чтобы его привести в идеальное состояние. Ну, завтра все, обе команды будут в равных условиях, поэтому, я считаю, не нужно обращать на это внимание. У нас было, конечно же, нельзя не отметить, что у нас практически за 8 дней провели очень плотный календарный график игр, где за 8 дней провели 3 игры национального чемпионата. И, в первую очередь, конечно же, нам было целью восстановить игроков наших. Поэтому, я думаю, нам это удалось. Я абсолютно не сомневаюсь завтра в нашей команде, в наших игроках, во всех игроках, которые выйдут на поле. И не сомневаюсь, что они постараются проявить свои самые лучшие качества и добиться положительного для нас результата. Травмирование, да? То есть, я доволю. Спасибо. Будут ли какие-нибудь заготовки в основном на матче в основном или особенно в атаке? У нас, скажу, руки и заготовки. Поэтому... Поэтому... Владимир Владимирович, сегодня целый день. Дайте, пожалуйста. Сервные пользователи возмущаются по поводу уникачественной организации продажи билетов. Но это не к нему вопрос, это же главный тренинг. Я понимаю, я просто хотел у вас спросить, как вообще будет в последующих осуществляться продажи? Потому что сегодня целый день в редакции информирования.кз были звонки с жаловами по поводу неправильной организации. Можно... Ну, я читал... Подожди, скажи. Ну, я читал, конечно, все вот эти проблемы, которые были с реализацией билета. Да, естественно, тоже особо не внедрялся в какие-то подробности, потому что, в первую очередь, нам нужно готовиться к игре. Но я не сомневаюсь, что генеральный директор стадиона, руководство нашего клуба сделает все возможное впоследствии, чтобы все это исправить. Капитану, можешь, вопрос? Ну, вот я решил задать капитану вопрос. И традиционный вопрос. И традиционный вопрос, насколько команда готова к этому матчу изнутри. Взгляд изнутри, не тренерский взгляд, а взгляд капитана. Добрый вечер. Ну, все прекрасно понимают, что мы, вернее, знают, что мы впервые встречаемся с остальницей команды. Можно сказать, она для нас как загадка, потому что никогда не приходилось играть. Ну, я скажу, от команды мы приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Создать, может, даже какой-то запас, чтобы более уверенно ехать на ответную игру. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.